Зачем нужна уверенность в себе и в своих силах? Как поддерживать жизненный тонус и гармонию? Насколько важно, эффективно использовать свое рабочее время? На эти и другие вопросы ответила ростовчанам Александр Свияш, один из лучших психологов России. Все мы обладаем очень большими возможностями, которые мы используем, потому что нам никто не объяснил, как пользоваться тем могучим инструментом, который дала нам природа под названием «Разум». Мы направляем его в основном на борьбу с собой, на борьбу с окружающими, пытаемся переделать мужей, жен, родственников, начальников, политиков, кого-то еще, то есть боремся. Вся энергия уходит туда, вместо того, чтобы направить ее на созидание, мы направляем ее на борьбу. Это, конечно, интересно, но в итоге человек не получает того, чтобы он мог получить. Все мечты – это хорошая счастливая жизнь, хороших отношений, семейных, скажем, о хорошей зарплате, устойчивом бизнесе, о чем-то еще. И получается, до единиц, 1-2-3 процента, а остальные люди живут обычной жизнью, борьбе, преодолении, страдания, в чем-то еще. Это же есть целая теория, что человек рожден для страдания, земля – это место, где люди вынуждены страдать. На самом деле, это следствие того, что мы не очень, может быть, нас не научили, они рассказали правильно, как пользуются всем обучим инструментом, который дала нам природа от рождения. Психолог, бизнес-тренер, мастер позитивного мышления, кандидат наук, автор 14 книг. Александр Свияш приехал в Ростов-на-Дону, чтобы помочь донским жителям обрести уверенность в себе, избавиться от ненужных страхов и переживаний, научить радоваться каждому дню жизни. Раз я даю техники, которые позволяют человеку повысить самодостаточность, научиться спокойно относиться к любому, значит, человеку с любого ответа с той стороны по телефону, по телефону переговоров, то есть повысить самодостаточность, тогда ты понимаешь, что, ну, не удалось помочь этому человеку, ну, что ты мне делаешь? Будет он помогать следующему, который открыт к изменениям. Вот так вот. Сложно все это наработать себе, но, к сожалению, на тренингах в основном сразу дают тебе практику. Вот так, так, так. При этом эта практика хорошо ложится, говори вот такие слова, вот по такому алгоритму, но при этом по телефону не разговоры. При этом у одного человека это хорошо получается, потому что он внутри защищен от отказов, по логическому уверен, что, ну, как-то настроил себя, что я делаю то, что я делаю хорошо, если человек не принимает, то проблема, а не моя. Я буду говорить, звонить следующим. А другой это воспринимает как личную трагедию, и, конечно, через некоторое время, значит, эта работа ему становится невозможной, либо заваливает его, какой-то причинный эффект. Хотя, вроде, практики давали одинаково. То есть пытались надеть навыки на разную начинку. Там, где начинка сильная, то они хорошо укладываются и получаются хорошие детали. А там, где начинка, ну, сырая, скажем, рыхлая, сомнения бесконечные, уверенности, то там ничего не срабатывает, человек становится неэффективным, не зря, что прошли одинаковые начинки. Это что, разумка? Будет действовать. Или что-то еще другое. Это будут инстинкты, да. То есть мы люди, как бы, выведены из живого, скорее всего, каким-то образом, не знаю, кто там изгадался на земле, но сделали из него человека. Вот. Но инстинкты остались, и искренне высокое инстинктивное, и искренне констинктивное. Все констинктивное для тех, кто живет в опасной среде. Вот какой-то тиран, Афганистан, там религиозная война, там есть герут в жизни, там кто-то живет. Там пребывало инстинктивное поведение, там есть тайные инстинкты, жизнь своей. Потому что уровень жизни очень низкой, медицины нет, там еще нет. Если что-то заболело, что-то с собой произошло, то мы обратились. Конечно, к родственникам. Ну, как обращаемся к родственникам? Мы, вроде, живем в целом мире, есть больницы, есть медицина и что-то еще. Но, если в вашем ледочке, например, попадает какой-то неприятный станок, где-то замешан на аварий автомобильную, куда-то там по глубости залез, но что-то украл. Значит так, вы знаете, что там милиция начнет разбираться с этим. Что мы делаем? Мы что, идем к адвокату, скажем, давай пойдем защищать, как делаем это, хоть в Америке или в Швеции. Ну, куда-то первое дело начнем звонить. Смотря такие вот связанные лица, прокуратура, ФСБ, и начнем звонить. А вы помоги, пожалуйста, врачу, прямо в ситуации, да? Человек, которому дан разум, которым не пользуется, да? И все? Горячая обезьяна. Горячая обезьяна. Горячая обезьяна. Лысая обезьяна еще говорили, да? Ага, облысевшая. Душа в физическом теле, ага. Значит, все это творит душа наша. Все эти скандалы, недовольства, обиды, драки и прочее. Как-то за душу обидно. Александр Свияш проводит не просто лекции. Теорию психолог подкрепляет практическими занятиями. Ростовчанам представилась возможность поработать со своей так называемой накопленной эмоциональной грязью, претензиями, научиться формулировать свои цели и менять себя в лучшую сторону. Открывать себе новые положительные качества. Человек может себе изменить, может открыть все те качества, которых у него нет. Я ленивый, я не умею это делать, я это не люблю, еще что-то. Все это можно менять. Это все природа заложила нас. Просто нам не дали ключи для того, чтобы это делать. Ну вот я нащупывал какие-то инструменты. Я даю людям. Они, конечно, длительные. Месяц-два требуется работы. Люди не любят, они все. Почитали его, как интересно, загадывался. А потом все бросло и побежал в следующую книжку читать или в какие-то текущие дела погружаться. А те, кто начинает работать и вкладывать силу, у них происходит самое интересное. Например, вот клуба. Заросла сорняками, хорошие цветы сорняки. Вы выдержали сорняки, посадили туда новые семечки, новые качества в себе, уверенность в себе, любовь к себе, самодостаточность. Это еще любовь к переговорам, любовь к продажам. Потому что многие люди идут в продажи, а они терпеть не могут продажи, потому что это какой-то унизительный труд еще какой-то. Но если семечка посадили, его не поливать, то она даст росток, потом она погибнет, его сорняки задают. Поэтому, конечно, нужно поддерживать новые качества хотя бы в течение года-полутора, когда они уже пустят корни, станут таким могучим растением. После этого оно уже будет вашей новой реальностью, и вы будете в ней жить, и, соответственно, ничего не будет вас, не сможет вас поколебать в этом. Александр Свияш отметил, южане всегда отличались стремлением улучшить свою жизнь и пообещал приехать в Ростов-на-Дону снова. Субтитры подогнал «Симон»